МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чувашия информационная программа Республика в студии Ольги Пырочкина. Смотрите сегодня. Тепло и сыро в Чувашии готовятся к паводку. На войну за деньги в Чувашии задержали мужчину, который воевал на стороне украинских националистов. Садись, единица! В школах Республики появятся кабинеты охраны зрения. По данным синоптиков, на этой неделе, наконец, началась метеовесна. Установились плюсовые температуры. Активно тает снег. Если резкое потепление продолжится, может повториться паводок 2005 года, предупреждают специалисты. Как готовиться к такому развитию событий? Об этом далее. Уровень запасов снега этой зимой выше, чем показатели за прошлые годы. Поэтому и таяние будет обильнее. Чебоксары находятся на холмах. Есть множество рек и оврагов. И они ежегодно обеспечивают безопасность от паводков. Тем не менее, столичная комиссия по чрезвычайным ситуациям определила 27 потенциально опасных объектов, которые могут в период таяния нарушить привычное функционирование городской инфраструктуры. Сюда входят и районы подтопления. Это вдоль речек, в низинах. Также могут быть разрушены инженерные сооружения коммуникации. Это мосты, подземные коммуникации. Также могут быть оползневые явления по берегам оврагов, по берегам реки Волги. Этот перечень потенциально опасных мест и объектов, он составлен исходя из многолетних наблюдений, различных аварийных и чрезвычайных ситуаций, которые случались за годы проведения на территории города весеннего паводка. Введен режим повышенной готовности. За состоянием этих мест ведется ежедневный мониторинг. Дежурные аварийные бригады перешли на усиленный режим. Один из важных участков находится на дамбе Заавражное. Здесь сегодня проводятся плановые проверки. Перед весенним паводком наши работники службы ГТС очищают водоприемный оголовок, водовыпускной оголовок. И мы уже с наступлением весеннего паводка осуществляем ежедневный контроль состояния, чтобы не было каких-то посторонних предметов. На данный момент поступление воды пока еще небольшое. Труба в рабочем состоянии, никаких посторонних предметов нет. Горожане также могут оказать содействие при обнаружении опасных природных явлений. Новый номер единой дежурно-диспетчерской службы 1383. Алексей Табинов, Игорь Зверев, Республика. Ну а что касается эпизиотической ситуации, здесь все стабильно. Чтобы не допустить вспышки инвекционных заболеваний, ветеринары продолжают вакцинацию животных. Против сибирской язвы в Республике привито более 500 тысяч животных. 350 тысяч вакцин ветеринары предусмотрели для профилактики бешенства. Также в Чувашии сняли карантин по африканской чуме свиней. Зараженные территории находятся под контролем специалистов. Для контроля эпизиотической ситуации по африканской чуме на территории Республики проводятся мониторинговые исследования. Также проводятся мероприятия по сокращению бродячих животных органами местного самоуправления. Вот если взять, за прошлый год было отловлено более трех тысяч собак и кошек. Также добыто более 1200 лисиц. Эта работа постоянно проводится. Органы местного самоуправления с пониманием относятся к данной проблеме. Глава Республики поручил наладить и контроль за продукцией, поступающей на прилавки. В предпасхальную неделю началась массовая торговля птицей и яйцами. Особое внимание ветеринары должны обратить на продукцию хозяйств из регионов, где сохраняется неблагополучная эпизиотическая ситуация. В Чебоксарах задержали мужчину, который приехал в город, чтобы продавать синтетические наркотики. Однако в ходе расследования выяснилось, в 2014 году он воевал на стороне украинских националистов против населения самопровозглашенной Донецкой Народной Республики. Делом занимается МВД, ФСБ и Следственный комитет. По данным следователей, Сергей Ильин воевал в качестве стрелка с позывным Генрих. Как следует из материалов уголовного дела, Ильин, являясь сторонником радикальных националистических взглядов, в ноябре 2014 года прибыл в столицу Украины, город Киев, для участия в вооруженном конфликте на юго-востоке этой страны и получения за это материального вознаграждения. Там он вступил в состав Украинского националистического батальона Организации украинских националистов, после чего прошел военную подготовку в учебном центре этого батальона и в период с 21 ноября по 21 декабря 2014 года принимал участие в боевых действиях против населения самопровозглашенной Донецкой Народной Республики, в том числе осуществлял прицельную стрельбу против ополченцев, а также мирных жителей. За указанное действие злоумышленник получил денежное вознаграждение в размере не менее 4 тысяч гривен, после чего покинул территорию Украины. Обвиняемому грозит длительный срок лишения свободы, отметили в Следственном комитете. Аптека медикаментов не продает или бахил не бывает. Конкурс подобных абсурдных или просто смешных объявлений в социальных учреждениях запускает Общероссийский народный фронт. Студенты, не сдавшие сессию, повешены на третьем этаже. Дети, полученные в нашем роддоме, возврату и обмену не подлежат. Больным, ожидающим приема, просьба не делиться друг с другом симптомами заболеваний. Это затрудняет постановку диагноза. Это реальные объявления, которые встречаются в российских учреждениях. Если вы встретили что-то подобное, можете сфотографировать и принять участие в конкурсе. Фотографии с указанием ваших данных, регионы и названия организации присылайте на почту info.narocenka.ru. Жюри отберет 50 самых ярких фотографий, после чего на сайте проекта ОНФ «Народная оценка качества» откроется онлайн-голосование. Итоги конкурса и 10 победителей будут объявлены в середине июня. По задумке организаторов, конкурс должен привлечь внимание к подобному творчеству управленцев социальной сферы и качеству их работы. Первые в «Добрых делах» 59-я Чебоксарская школа получила полмиллиона рублей. Грант Миноборнауки пойдет на создание Центра подготовки и обучения волонтеров добра. Добровольцев будут готовить по трем направлениям – социальное, медиа и арт-волонтерство. Что такое добрая воля, ребята-волонтеры знают не понаслышке. Отдавать больше, чем брать, для них стало уже привычкой. Здесь собрались представители направления медиа-волонтерства. В школе открылась своя, без преувеличения, профессиональная студия. Юные журналисты, операторы и режиссеры рвутся в бой. Для них уже начали устраивать мастер-классы, учат снимать сюжеты, создавать радиопрограммы и даже фильмы. Медиа-волонтеры будут целенаправленно работать на то, чтобы освещать события, связанные с жизнью детей-сирот, детей с ограниченными возможностями здоровья, ветеранов. Для того, чтобы привлекать внимание широкой общественности к актуальным социальным вопросам. И, естественно, для того, чтобы выполнять очень важную просветительскую миссию. Юрий Перцев занимается видеомонтажом, работает со звуком, создает сайты и программы. Юноша, говорит, стал добровольцем по велению сердца. Он, можно сказать, превратил свое увлечение в полезное и нужное дело. Медиа-волонтерством мы начали заниматься вот с прошлого года. Мы делали вот эти вот видео про храмы. Также вот у нас сейчас готовится несколько проектов, посвященных Ивану Яковлевичу Яковлеву. На самом деле хочется как-то помочь людям и медиастудии, вообще людям. И хочется еще и научиться. То есть это прекрасный опыт. Добро и любовь дарит людям и Елены Котова. Социальный волонтер считает, что просто учиться сегодня уже невозможно. Главная миссия – помогать. Инвалидам, сиротам или пожилым людям адресатов добра достаточно. В данный момент у нас проходит мастер-класс по поделкам для Пасхи. Мы делаем пасхальные яйца, но не в обычном их виде, а с помощью специальных материалов. Мы уверены, что это поможет развить как моторику детей, так и подарить радость их близким, когда они будут это преподносить в праздник. Я считаю, что каждый человек должен помогать людям и окружающей среде. Это долг каждого гражданина. Независимо от того, сколько за это платят, что нам за это дают. Просто так, от чистого сердца. Третье направление проекта – арт-волонтерство. Песни и танцы, сценки и викторины. Задача добровольцев – устраивать праздники детям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Помимо гранта Миноборнауки, в качестве дополнительного софинансирования проект получил еще 500 тысяч из республиканского бюджета и других источников. С открытием Центра подготовки и обучения волонтеров развитие добровольческого движения выйдет на новую ступень, уверены авторы проекта. Уже с сентября по декабрь все волонтеры с 5 по 9 класс пройдут обучение по трём группам. Мы проводим чаще мероприятия на базе своей школы. Хотелось бы проводить выездные мероприятия, допустим, в каких-то детских садиках, реабилитационных центрах. И на данный грант будет закуплено оборудование для проведения выездных мероприятий. Будет закуплена также атрибутика для волонтеров. И также будут приглашены специалисты, которым будут оплачиваться из средств гранта. Благодаря полученному гранту школьники-волонтеры смогут расширить территорию добра и ещё раз показать, как добровольчество меняет мир к лучшему. Рифат Фадкулин, Денис Ноздрюхин, Кирилл Кузьмин, Республика. Садись, единица. В школах Чувашии появятся пункты охраны зрения. В республиканском проекте здоровое зрение, 27 школ и один детский сад. Специальные пункты будут открыты на базе медицинских кабинетов. На покупку необходимых глазных тренажёров из республиканского бюджета выделено около 8 миллионов рублей. Оборудование простое, в обращении и не требует специального медобразования. По данным Минздрава Чувашии, близорукость – лидер по заболеваемости глаз у детей. Проект поможет решить эту проблему. Нарушения зрения смогут обнаружить на ранних стадиях и вовремя начать лечение. С 12 по 22 апреля в Театре оперы и балета стартует международный балетный фестиваль. Уже 22 по счёту. Что ждёт ценителей изящного искусства на этот раз, расскажет Юлия Важенина. Откроется фестиваль премьерной концертной программой «Петипа Гала». Она посвящена 200-летию со дня рождения величайшего балетмейстера Мариуса Петипа. Век Петипа – время блистательных балетов и ярких экспериментов навсегда останется одним из самых значимых периодов не только в русском, но и в мировом искусстве. Специальные гости с исторической родины хореографа Франции – Сара Ренда и Роман Михалёв. Но они не единственные приглашённые звёзды. Мы ждём огромное количество гостей, не только связанных с миром балетов. Мы приглашаем двух музыкантов в оркестр. Мы бы, конечно, хотели их пригласить на весь фестиваль, но получается у них очень плотные игры. Они приезжают к нам только на «Петипа Гала». Это солисты оркестра кремлёвского балета. Приезжает исполнительница партии «Арфы» и приезжает исполнитель и солист Скрипач. Продолжит фестиваль балет «Жизель» и к нему приложил руку Мариус Петипа. Имя великого балетмейстера значится в числе хореографов-создателей постановки. В главных партиях блеснут яркие звёзды Большого театра Евгения Образцова и Артемий Беляков. 17 апреля на сцене нашего театра «Гости из Перми». Легендарный балет Евгения Панфилова – признанный символ современной хореографии. Он покажет в Чебоксарах одну из своих лучших постановок – балет Прокофьева, Ромео и Джульетта. Спектакль вот уже более 20 лет собирает аншлаги по всей стране и миру и считается самой неординарной хореографической версией шекспировской трагедии. Балет – лауреат многих международных фестивалей и конкурсов, номинант российской национальной театральной премии «Золотая маска» сразу в трёх номинациях. Это хедлайнерский такой спектакль этой труппы, который по сей день там живёт и каждый раз на него аншлаги зрителей. Но посмотреть его можно только в Перми и только в этой труппе, больше он нигде не идёт. Поэтому вот такой некий эксклюзив мы решили привезти к нам в Чебоксары. Это очень интересная авторская работа, это авторская хореография Евгения Панфилова, которого, к сожалению, уже нет в живых. Это очень интересная авторская режиссура и прочтение этого спектакля. 20 апреля фестиваль продолжит вечер одноактных балетов Стравинского «Жар птицы» и «Весна священная». Их представит Московский театр классического балета «Касаткина» и «Васильева». На этот раз предусмотрен праздник и для маленьких зрителей 15 апреля их ждёт сказочный балет Прокофьева «Золушка». На сцене театра его версия зазвучит новыми, ещё неслыханными нотами. И дело тут не в музыке, а во внутреннем наполнении персонажей. 21 апреля балет Хачтуриана Чаполина перенесёт юных жителей в итальянскую сказку. Несмотря на то, что премьеры этих спектаклей состоялись совсем недавно, они уже успели полюбиться публике. А завершится фестиваль 22 апреля традиционным галоконцертом. В программе вечера шедевры мировой хореографии. И тут организаторы обещают много сюрпризов. Юлия Важенина, Борис Андреев, Республика. 85 лет назад ленинградские режиссёры и педагоги Эдвин Фейер, так и Маргарита Фигнер основали в Чебоксарах театр юного зрителя. Первая их постановка «Молодой пласт» состоялась 3 апреля 1933 года. В Национальном музее открылась выставка, посвящённая этой дате. Обычно эти костюмы живут в ожидании спектакля. По другому поводу им просто не разрешают появляться свет. А сегодня для них настоящий праздник. Ведь зритель пришёл посмотреть не на артистов, а на них. Яркие, загадочные и неповторимые. Над созданием некоторых из них карпели неделями, а то и месяцами. Автор большинства костюмов – художник Ольга Ешкова. Здесь собраны образы и реальных героев, и доселе неизвестных существ. Лишённые возможности звучать, они способны говорить без слов и даже интриговать своим видом. Один костюм горожанки состоит из нескольких частей. И по-настоящему, если носить этот костюм, он очень тяжёлый, в нём жарко, неудобно. Но артисты идут на такие жертвы ради зрителей, понимаете, и когда входят в роль, в образ, ну ничего такого тяжёлого нет. И даже уже не жарко получается. Очень красивые проходки горожан, вот в том числе и той дамы, да. И буквально одна реплика – это вот ха-ха, всё. Но в костюме всё написано, и зрители всё читают в костюме по походке. Сами артисты признают, без хорошего костюма практически невозможно вжиться в образ. А искренность и правдивость в этом театре особенно важны. Ведь именно здесь закладываются основы нравственного воспитания подрастающих поколений. Театр юного зрителя – он и друг, и воспитатель, и первооткрыватель, может быть. Поэтому ещё раз слова благодарности тем людям, тем, которые жили в 30-е годы, тем, кому пришла идея создать театр именно для театра юного зрителя. Театру, который возвращают в детство, в этом году исполнится 85 лет. Дедушка Чувашского театрального искусства круглую дату будет отмечать 19 апреля. И, замыкая очередной юбилейный крок, с помощью юных зрителей начнёт строить новые творческие планы. Пусть идут дожди, Тошель не пронит, не жили, А не пройдет их дорог, Сумел править на росток. Таковы новости среды, а я с вами прощаюсь. До завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова